Тертулиан Минусси Феликс говорит о таинственном движении недушевленных предметов, как о примере демонического прорицания. Далее в 9 столетии письмена упоминают о столоверчении Генкмар из Реймса и об учении 12 апостолов во 2 веке. У Марселя Ануса находим вполне точно описанный спиритический сеанс для целепрорицания. Изнарельтянам этот предмет был давно знаком. В одной книге 1665 года, название которой, к сожалению, не указано, изображен рисунок движущегося стола, на котором образована цепь из рук сидящих людей. Медиумическая сторона феномена упоминается уже у Гомера, где золотые триподы, стол на трех ножках, на которые долопоклонники ставили кодильный сосуд с ароматами. Дефистосы, собрания богов, сами собой двигались туда и обратно. Кто пожелал описать историю столоверчения, тот найдет о том сообщение во всех веках и во всех странах. В Европе этот древний феномен стал распространяться лишь тогда, когда о нем написал возвратившийся из Америки доктор Андре. Заслуга же в дальнейшем распространения этого известия принадлежит Allgemeinen Zeitung. Тогда, впрочем, речь шла у столоверчения, как явление физическое. То есть, движение стола, когда вокруг него садятся несколько человек, кладя ладонью рук на стол с образованием цепи и без нее. Ученые, конечно, живо дали объяснение этому явлению. Рейхенбах говорит, в то время как спокойно наблюдающие люди изумляются явлением ясность, которых может поспорить с дневным светом физики, физиологи, физиологи, механики и весь хор естествоиспытателей в один голос объяснили это ошибкой, заблуждением, безрассудцем и обманом. А когда великий ученый Фарадей стал во главе этого хора, эти голоса возомнили себя вправе подвергнуть новое явление осмеянию, как нечто безумное нашего века. Подобная невежественная наглость едва ли когда-либо случалась на свете. Объяснение Фарадея бессознательной мускульной силы было признано неоспоримым. Так же и Брэд, открывший гипнотизм, присоединился к этому мнению и оспарил уже тогда известное анемомагнетическое толкование. Он говорит, сила воображения и ожидания того, что должно последовать, может влиять и действительно влияет на кровь, нервы и мускулы. Так это мнение в ходу и по настоящее время. Неизвестные минимальные мускульные движения служат научным объяснением феномена. Если бы исследовали дело беспристрастно, то обнаружили бы не что иное, как новую силу природы, и это было бы, несомненно, открытием великой важности. Уже тогда раздавались голоса в этом смысле. Медицинский советник Шиндлер говорит в 1857 году. Так часто осмеянное столоверчение укажет путь, по которому глубочайшие проблемы человеческой природы найдут разрешение. Уничтожить всякое суеверие, но вместе с тем из считавшегося суеверием кое-что придется вновь вернуть в ряды естественных явлений, магически-созидательные силы человеческого духа. Презираемое ныне столоверчение, слово, произносить которое всякий просвещенный человек стыдится, послужит некогда для философов и физиологов вспомогательным средством к решению величайших проблем. Сказанное может с виду показаться преувеличенным, но изучив физическую сторону проблемы, приходится отдать справедливость Шиндлеру. Ибо сила, приводящая стол в движение, лежит в человеке, и тем нам способствует к познанию человеческого существа. РАТА-2 в Германии были уже близки попасть на след этой самой силы, опережая известия, привезенные из Америки, Иоганн Готфрид Сейдлер в его потоме истериуме, 1700 год, и Христиан Шефер в его опыты с беспрерывным носителем электричества, 1784, описывает интересные опыты, сделанные над движением недушевленных предметов под влиянием человека. Им бы нужно было прибавить к своим сочинениям одну лишь главу в отношении стола верчения, и их объяснение данного предмета стояло бы высоко над легкомысленным рассуждением нашего века. Страсть все объяснять не всегда стоит в уровне способностью к объяснениям, и похвальнее всего поступил в этом случае Александр Гумбольд, который на придворном обеде в 1853 году закончил свою беседу о столе верчений так. Факты бесспорны, но объяснение остается в долгу за наукой. Был сделан шаг вперед рядом опытов, при которых ни механические влияния, ни минимальные мускульные движения не могли оказывать какого-либо воздействия. Кернер рассказывает об опыте, когда привеченный к лодке стол, на котором были положены руки, привел в движение самую лодку. Гаспарин и другие доказывают, что движение стола достигается одним прикосновением к краям покрывающей стол скатерти или к свободно висящим концам снурков, прикрепленных к столу. Этим было доказано, что движение стола производится силой, истекающей из рук. Кто знаком с животным магнетизмом, тот не может не попасть сам на настоящее объяснение. Было бы несравненно легче констатировать магнетизм в столоверчении, нежели в магнетизировании человека, где возможно допустить и влияние внушения. Но, к сожалению, физическое начало феномена все больше оставляется без внимания по мере того, как его заменяют стуки в столе и писание столом. Только Рейхенбах вернулся к разгадке феномена. Рейхенбах уже раньше открылся в других областях силы, лежащие в основе этого феномена. И столоверчение дало ему лишь подтверждение тому учению, которое он уже держал в руках. То, что называлось до сих пор животным магнетизмом, Рейхенбах перекрестил в «Од». И он был прав, установив новое название, потому что этот «Од» не только свойственен человеческому организму, но он распространен во всей природе. Движение столов основано по Рейхенбаху на скоплении «Ода». И при этом он доказывает, что вращательное движение столов есть результат уравновешивающих одна-другую из соединенных сил соучастников. Сила сама по себе действует по прямой линии. Когда исследователи садятся не вокруг стола, а на одной какой-либо стороне, и пальцы кладут на стол параллельно друг к другу, тогда движение бывает прямое, а не вращательное. Затем для глаз сенситивных людей «Од» проявляется в виде светового феномена. Рейхенбах попал на идею, что столоверщение должно быть успешнее в темноте. При этом действительно оказалось, что скопление «Ода» проявляется на столе в виде света. Пальцы исследователей под его освещением как бы удлиняются. «Одический свет» распространяется над столом, причем обнаруживается и поляризация этого агического истечения из рук. Рейхенбах не был в силах убедить своих современников, что в столоверщении скрывается весьма важная проблема. Ему стояла на пути вера в авторитетность, благодаря которой мы, по словам Гёте, ни в какой отрасли не можем шагу ступить вперед. «Толчок вперед» получила это дело только через диалектическое общество в Лондоне. Что человеческий организм есть источник того движения, сила которого противопоставляется силе тяготения, доказывается еще и тем, что сенситивность служит не только для проявления света «Ода», но и для передачи его силы. Рейхенбах говорит, что при несенситивных столы не вращаются вовсе, а в смеси сенситивных и несенситивных они вращаются слабо, но когда кладут руки на стол первые, он вращается быстро. Столоверчение удается лучше или хуже по мере влияния на «Од» теплоты, то есть скопление «Ода» бывает сильнее, когда нагреты столешница, комната и руки участников, как это бывает и при магнетизировании. Употребление вина оказывается вспомогательным средством для усиления столоверчения и подвыпившие сенситивные лица выглядывают совершенно огненными. Половая невоздержность, связанная с потерей одической силы, напротив того уменьшает одический свет и сообразна тому способность двигать столом. Еще и другие явления сенситивной жизни находят подтверждение в столоверчении. Болезни или просто дурное расположение духа делают неспособным к столоверчению даже и таких лиц, которые в здоровом состоянии имеют наибольшие способности. Ввиду того, что человеческий од тождествен с тем, что Мессмер назвал животным магнетизмом, при столоверчении часто бывают такие явления, какие уже известны из мессмерической практики. Лица, чувствительные к магнетизму, способны также и для столоверчения. Так как влияние магнетизма подвергается влиянию не одни только люди, но и растения и неодушевленные предметы, то не только столы, но и всякие другие предметы могут быть приведены в движение, как шляпы, коробки, тарелки и тому подобное. Можно двигать и людей. Эти опыты уже сделаны давно. Доктор Флейшки в Фраге сообщает, я пробовал вместо стола вертеть одного из участников нашего кружка. Мы замкнули около одного из наших цепь, положив наши руки ему на спину, на плечо и на грудь. Спустя несколько мгновений он стал испытывать невыразимое чувство и сильнейшее давление, уступая которому верхняя часть его тела, изгибаясь во всю длину от запада к востоку, медленно качалась. Одним из нас была порвана цепь на спине качавшегося, без его ведома, но сейчас же вновь замкнута. Качавшийся моментально это почувствовал и заявил, что давление на него прекратилось с одной стороны и началось в противоположное направление. Этот опыт мы повторяли на каждом из нас в отдельности и всякий испытывал одно и то же. Такая же точно уступчивость невидимой загадочной силе. Этому давлению вертеться можно успешно сопротивляться, но без сопротивления верчение непременно наступает. Мы пробовали прикасаться друг к другу руками, и последствия были те же. Самое легкое прикосновение платья или волоса, и когда субъект этого вовсе даже не замечал, вызывало такую же чувствительность и вместе с тем верчение. Подобные опыты делали даже с покойниками, стало быть здесь объяснение посредством внушения и недопустимо. Доктор Лангель взял в свои руки голову умершего от холеры и по его желанию, как это бывает при столовом верчении, поднялась сперва левая, потом правая рука покойника от 5 до 6 сантиметров. «Наконец употребили людей для того, чтобы получить ответы на вопросы». Гаспарин рассказывает. «Мы видали, как человек, которого хотели привести в движение, побледнел и постепенно впадал в нечто вроде беспамятства. «Мы видели, как он вертелся, начиная от верхней части тела, и только тогда двинулся с места ноги, когда уже иначе нельзя было. Мы видали, как требование произвести определенное число стуков. Он исполнял так, что не ногами стучал, а балансировал тело направо и налево. При этом он утверждал, что ни его движение, на его движение не имело влияния никакое механическое давление, и что слегка положены на него кончики пальцев, он чувствовал точно огненными точками. Здесь, однако, физическая проблема уже переходит в психологическую, поэтому требует особого рассмотрения. Психологическое значение столоверчения. В различных своих трудах Рейхенбах неоднократно указывал на то, что в учении об Оде нет возможности резко разграничить физическое от психического. Ода выделения у человека, несомненно, находится в зависимости от психического его состояния, и не только в количественном, но и в качественном отношении. При столоверчении замечено, что стол, насыщенный одом, не только производит вообще движение, но по желанию участников опыта движение принимает определенное направление. В этом случае Ода является физическим проводником для переноса воли. Факт неоспоримый. Чтобы убедиться в этом, необходимо, разумеется, полнейшая уверенность в отсутствии какого-либо механического влияния или воздействия бессознательного движения мышц. Чтобы дать объяснение этому изумительному факту, не будем останавливаться над простейшими его формами, а исследуем более сложные формы, объяснение которых заключает в себе также и объяснение для простейших форм, но отнюдь не наоборот. Движение стола в требуемом направлении составляет самую простую форму психического действия. Высшая же форма этого действия есть перенос мыслей с одного мозга на другой. Остановимся затем на этой последней форме. Перенос мыслей был наблюдаем неоднократно, и считатель не удивится, что я признаю перенос мыслей фактом неоспоримым. Такой перенос можно объяснить следующими тремя предположениями. Мысль сама по себе, не изменяя своего первоначального характера, на всем пути исследования переселяется из одного мозга в другой. Предположим, что это переселение относится к чисто физическим свойствам. Оно должно, стало быть, оставаться по всей линии исследования и у местоназначения таким же, каким было у своего источника. Третье предположение могло бы состоять в том, что какое-либо физическое свойство, производящее воздействие от мозга на мозг, получает у самого своего исхода, у самого, психическое изменение, которое сохраняется на всем пути исследования в пространстве, и по достижении назначения проявляется вновь в виде мысли наподобие исходной сноска. Не нужно упускать из виду, что все это одни предположения, которые должны принимать крайне осторожность, ввиду того, что область человеческого духа представляет великую загадку Григория Диченко. В первом случае мы имели бы чисто психологическую силу без физической подсладки. Во втором случае, наоборот, воздействие психического фактора крайне ограничено и остается поэтому необъясненным, каким образом колебания воспринимает проявляемую волю агента. Третье же предположение требует психической силы с физическим проводником. Это третье предположение объясняет все явления лучше всего, и оно легко допустимо, ибо мы знаем о существовании такой среды, в которой нет резких границ между психическими и физическими свойствами. Сноска. Едва ли с этим можно согласиться. Психическая, то есть духовная природа, резко отличается от физической, хотя бы и самой утонченной природы. Пропасть между ними непроходима. Протоиерей Григорий Дьяченко. Этой середорией есть ОД. В силу сказанного наивысшая форма действия на расстоянии, перенос мысли, имеет своим основанием психическо-адическую силу, которая в других более знакомых нам явлениях может быть названа та же психомагнетическую силой. При акте магнетизирования мы видим ясно, что ОД перемещается не только как физическое средство, но и как носитель жизненной силы, а следовательно в физиологически измененном виде. Больной магнетизер оказывает вредное действие, он заражает больного. Здоровый же магнетизер, напротив того, оказывает благотворное действие. Он также заражает воспринимающего субъекта, но своим здоровьем. Еще нагляднее обнаруживается он в качестве носителя жизненной силы в том случае, когда организмы находятся в продолжительном магнетическом отсоотношении. Вследствие постоянного аодического смешения является наружное сходство организмов между собою. Тогда НАТО имел темнорусые волосы, а его самнамбула люцила светлорусые. В течение времени светлорусые волосы люцилы становились темнее, и наконец даже черты лица самнамбула постепенно переменились до того, что ее можно было по сходству принять за сестру до НАТО. Впрочем, на успех магнетизирования имеют весьма важное значение психические факторы. Успех зависит от душевного расположения магнетизера. Если магнетизер рассеян, его влияние будет ничтожно. Магнетические пассы без воли остаются без последствий. Напротив того, энергическая воля может благотворно подействовать даже без пассов. Таким образом, ОДА является физическим агентом только в неудушевленной природе. В растительном же царстве он уже изменяется, и поэтому добытое из растений целебное средство действует не только химически, но и агентически. Вся наша терапия тогда только вступит на настоящий путь, когда вслед за парацельзистами и геомиопатами в ней будет принято заснование вместо фармакохимии, фармакодинамика. Что же касается человеческого организма, то в нем ОДА принимает то физиологическое, то психическое изменение. Первое обнаруживается при магнетизировании, а последнее в переносе мыслей. Словом, вся суть нашего существа есть ОДИческая. Таким образом, движение стола вообще может быть объяснено физическим влиянием ОДА. Если же вследствие болезненного состояния медиума движение стола оказывается вялым, то тут имеем уже дело с физиологическим измененным ОДА. А когда движение происходит в желаемом направлении, тогда ОДА является психически измененным, как в переносе мыслей. Собственно, перенос мыслей может произойти только между двумя мозгами. Напротив того на стол можно только перенести психически измененный ОДА, с помощью которого стол может проявить нашу мысль или волю. Но в той только форме, какая свойственна неодушевленным предметам, то есть посредством движения. Оживить стол невозможно. Он может лишь временно проявить признаки оживления. Если потребовать от стола, на котором положены руки, проявить веселое настроение, он это выразить посредством неуклюжих прыжков выразит. На требование кому-либо поклониться, стол приблизится к указанному лицу и поклонится. Можно с успехом приказать столу сложить по буквам определенное слово, обусловливая каждую букву известным числом стуков, ножку из стола. Точно та же и планшетка со вставленным карандашом, в состоянии писать, то есть двигаться в желаемом направлении. Что при этих опытах бессознательное движение мускулов никакой роли не играет, легко убедиться, устранив непосредственное влияние медиума на стол, как, например, в случае, когда стол выстукивает слово, задуманное лицо, находящееся вне цепи экспериментаторов. Что движение стола основано на одесском течении, а не на мускульном движении, доказывается еще и другим способом. Для этого образует цепь над столом. Магнетический ток пройдет по этой цепи. Если в то же время избранное лицо посредником задумает определенную фразу при пассивном отношении остальных соучастников, то проходящий по цепи од получит психическое впечатление только от этого посредника. И тогда стол выстучит или напишет задуманную фразу. Еще способнее, нежели стол, к восприятию влияния психомагнетического тока считается включенный в водическое течение мозг лица, обладающего надлежащей сенситивностью, если медиум при оживлении мысли направил свою волю на этот мозг. Кермер описывает случай, при котором он был перехвачен на пути своего течения по цепи, образованной из трех мужчин и двух девиз. Из коих одной было 16, а другой 18 лет. Старший из мужчин был избран посредником, и задуманные им подряд четыре фразы были каждый раз отгаданы кем-либо из соучастников. Первая фраза была повторением младшей девицы. Повторено. Вторая фраза. Генерал Кавиньяк в июне 1848 года оказал своему отечеству важные услуги. Отгадана старшей девице. А остальные фразы были повторены участниками-мужчинами. С этими столоверчениями и писаниями с помощью планшетки в начале их открытия были применяемы не в том виде, как мной указано выше, то есть не в виде психологического, а скорее спиритического опыта. Задавали вопросы, на которые никто из присутствовавших не был в состоянии отвечать. Но так как ответы все же получались, то из этого коротко заключили о присутствии незримого деятеля. Такое заключение должно считать скороспелым. С этими словами нужно согласиться. И также признание такое делает великую честь, де прелю, который держится с теоретических воззрений. Перенос мыслей совершается нередко и помимо сознательной воли агента, даже помимо его сознания, как, например, в телепатии, при сновидении или при смерти. И когда стол дает ответ именно умершего, но и это ничего еще не доказывает. Сновидение, где бессознательное также превращается в живую действительность, всегда является драматическое раздвоение собственной душевной жизни. Причем на вопросы наши мы получаем ответы из чужих уст. Таким же точным образом могут обнаруживаться и собственные, несознаваемые нами мысли, и скрытых сверх проявиться посредством стола. Чудесным могло бы это быть только тогда, если бессознательное было бы на самом деле тем, чем желает его сделать материалист или Эдуард фон Гартман. Но если в бессознательном кроется корень человеческой индивидуальности, то и проявление скрытых мыслей вещь вполне возможная. И так как это последнее на самом деле и бывает, то отсюда вывод, что наше бессознательное тоже индивидуально. Доказательство сказанного может быть получено опытом, при котором испытываемое лицо бессознательно получает мысленное внушение, которые остаются скрытыми до поры до времени в его бессознательном, а впоследствии это внушение могут обнаружиться, но только для других лиц, а не для самого испытываемого субъекта. В сущности это тот же процесс, что и стол описания, и поэтому совершенно нелогично одно явление подвергать сомнению, а другому приписывать научное значение. Бессознательное, обнаруживающееся при подобных случаях, как раз и престола, писание ясно доказывает, что оно не сознается лишь лицом, подвергнутым опытом, но само по себе это бессознательное обладает сознанием, оно проявляет все признаки личности, сознание, волю и память, а следовательно отнюдь не похоже ни на бессознательное по понятиям материалистов, ни на таковое по понятию Гартмана. После всего вышесказанного еще можно рассуждать о двойном я и о сознательном человека, но, поскольку их функции вращаются в области физиологической психологии, но если бы обнаружилось еще и другие функции, бессознательного, функции, которые, однако, физиологически объяснить невозможно, в таком случае выражение двойное я было бы недостаточно, бессознательное превратилось бы тогда в душу, в физиологической психологии присоединилась бы еще и трансцендентальная, и вся задача человечества получила бы совершенно иной вид, ибо при физиологическом двойном я обе половины нашего существа одинаково подвержены смерти. Если же, напротив того, бессознательное могло бы обнаружиться в виде трансцендентального субъекта с функциями, не находящими себе объяснений в теле человека, тогда смерть могла бы только причинить раздвоение обоих половин, причем последовало бы уничтожение одной темной лишь половины. После сказанного вопроса доказательств проявления трансцендентально-психологических способностей нашего бессознательного получает особенно важное значение. При соло-верчении неоднократно убедились, что получались сообщения и о будущем, и приписывая их незримым существам, поспешили остановиться на умерших. Но и здесь следует не забывать обязанности надлежащим образом исследовать, нет ли возможности найти для указанных сообщений объяснения в трансцендентальном субъекте. В старину движение недушевленных предметов применялось для предсказательных целей, и по этим движениям судили о степени влияния внушений. Шопенгауэр признал это возможным, что и заслуживает тем большее внимание, что в его системе нет места трансцендентальному субъекту. Он говорит, если кто-либо прибегает к советам стучащих столов в качестве оракула, и столы дают верные сведения об отсутствующем и даже о будущем, то это объясняется тем, что известное данному лицу бессознательно становится посредством стола достоянием его сознаний. В нас скрывается существенный, скрывается тайный порог, который заявляет о своем существовании в сомнамбулизме и в сновидении. Он извещает нас о том, что было и что будет, чего мы в бодрственном состоянии не сознавали. По всей вероятности, это и есть всеведение того самого порока, что посредством стуков стола проявляется в нашем сознании и даже тогда, когда вопрошающий и не прикасается к столу. Его силы единства вещества, присущего всему одушевленному миру. Он одинаково влияет на стол через тех, кто к нему прикасается. Здесь Шопенгауэр, откровенно говоря, шагнул слишком далеко. Во всех других случаях до Шопенгауэра вещь по себе слепа, бессознательная воля в настоящем же случае вещи вдруг получает у него сознание, даже признается им всеведущий. По опыту дознано, что подобное всеведение недоушевленных оракулов не существует вовсе, хотя изредка и случается верное сообщение о будущем. Зато ложные составляют как бы правила. Опыт и дает нам право заключать лишь о существовании агента, знание коего правда отличается от человеческих знаний. Но и он не свободен от погрешностей. Таким агентом и есть трансцендентальный субъект, а не воля Шопенгауэра и не бессознательная Гартмана опасность излишнего увлечения спиритизмом. Когда занятие медиумизмом переступает границы науки и обращается в систему вызывания душ умерших людей для беседы с ними с целью получения как новых откровений в области религии и нравственности, так и разных сообщений относительно будущих событий, тогда такие занятия являются делом не только ненаучным, но и прямо противохристианским. Все, что нужно знать человеку о Боге и своем отношении к Нему, открыто в христианской религии, нового откровения быть не может, так что если по словам апостола Павла он сам или ангел с неба благовестил бы что-либо новое по отношению к уже открытому в христианстве, то это новое не должно принимать. Помимо шарлатанства и самообольщения, самовнушения, бессознательного заблуждения вследствие недостатка наблюдения или иллюзии, галлюцинации в гипнотическом сне, помимо неправильного объяснения материализации и других явлений, бывающих в медиумических сеансах, происходящих от неизученных еще свойств психической силы человека, здесь есть явная опасность принять заявление умерших явления злых духов и подпасть тонкому и опасному обольщению со стороны этих врагов всякой истины. Ссылка выходящая в свет сочинения доктора Лемона под названием «История суеверия и волшебств» содержит в себе много ценных указаний на недостаток или ошибочность наблюдений во время спиритических сеансов. Впрочем, не со всеми выводами автора может согласиться Григорий Диченко. Ввиду сего святая церковь воспрещает вызывание духов. Бывали благодатные явления ангелов Божиих святым подвижникам, когда они достигали высшего на земле совершенства и делались сами уже как бы бесплотными.